Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я встречаюсь с парнем три месяца. Поначалу у нас всё было хорошо и проводили часто время вместе. А что именно вы имеете ввиду, говоря, что хорошо проводили время вместе? То есть, ну, как вы проводили это время вместе? То есть, что между вами общего? Между вами и вашим молодым человеком? Ну, как съехались, он стал часто куда-то уезжать, что помочь папе надо, то бабушке, то ещё кому-нибудь. Получается, что вы съехались после трёх месяцев встречания. Насколько для вас это было органично и чем было обусловлено, продиктовано. На самом деле, он очень много времени проводит с отцом. Говорит, вот, налаживаю взаимоотношения, мне нужен отец, в детстве не хватило, был развод у родителей. У меня травмы, я считаю психологию, как просвещаться и так далее. Ну, здесь могут быть разные ситуации. В частности, это действительно, может быть, у человека такая, может, ну, проблема, скажем так. Вот, и в целом, ну, я думаю, что это вполне реально. То, что ваш молодой человек описывает вам то, что он говорит. Другое дело, что вы к этому как будто бы настроены, вот, довольно-таки скептично, если я правильно попонял. Как будто бы, ну, не знаю, не верите ему или что-то ещё. И вон, его настроение зависит от отца. Если они поругаются и отец скажет что-то, что пора не хочет слышать, всё, у него плохие мысли, он начинает жаловаться на жизнь, всё, у него плохо. Мы начали отношения, он таким не был. Ну, здесь очень важно увидеть, принимаете вы это или нет. Он отдалился от меня, мы сейчас ругаемся по его вине, он говорит обидные слова и срывается на мне. Тут вы перекладываете ответственность, потому что в ссоре ответственны оба. И вы, и он. То, что вы говорите, что по его вине, это перекладывание ответственности. И здесь очень важно, чтобы вы увидели, почему для вас эти слова обидные, чем они вас задевают. Тут я решил его проверить, значит, и, соответственно, значит, ну, сделал один поступок, да, вот. Тупо стояла час в подъезде, он слова не написал, не звонил, я была в щёке, неужели, неужели меня не любят, не любят и так далее. Далее вы пишите, что не понимаю, почему я терплю это, если честно, мне очень плохо, мне тяжело его бросить, люблю его сильно. Лично мне показалось, что речь больше не о любви здесь, а о привязанности. Лично мне так показал. Потому что мне кажется, что любовь это всё-таки больше, когда хочется что-то для человека делать. Вот, но не когда хочется, вот, как бы, что-то получать, да, вот. Что-то получать, это, естественно, ну, само собой, это нормально. Хотите что-то получать, получать, вот. Никто, никто вам не запрещает этого. Вот, но то, что вы его проверяете и то, что вы всё окей, то, что вы говорите, что, вот, я не хочу там это перепеть, но это не это, это прям про любовь. Вот, это скорее всё же повторюсь именно про привязанность. Вот, поэтому тут нужно, как мне думается, называть вещи как минимум своими именами. Да, и если вы к человеку привязаны, то вы, ну, именно, что, вот, от него, получается, чего-то хотите. Да? Да? И от него чего-то ждёте. Но, самое главное, что вы не уверены в себе. Под вопрос здесь встаёт ваша ценность. Вот. Вы говорите, неужели он меня не любит? Не любит. А вы? То есть, почему для вас важнее, что любит он? Если у вас есть чувство к нему, то это является, в принципе, довольно серьезным моментом. А вы, по сути, сейчас говорите, ну, хоть он меня не любит. То есть, как бы, получается, ставя себя на второй план. Вот. Это то, что вы делаете. Ставьте себя на второй план. И, кстати, поэтому вам так больно. Вот. Пожалуйста, подскажите, как мне быть. Как быть, чтобы что? Любит ли правда меня этот человек? Ммм, на эти вопросы психологи не дают ответов. Мы вам можем помочь разобраться в себе, но никак не с другим человеком. Он не такой любящий. Всё делает для меня, а тот становится другим человеком. Я ничего не понимаю. А что делаете для него вы? Вот, понимаете, вы очень сильно зависимы от него. Вы говорите, что он зависим от отца, но и вы от него зависите очень сильно. Очень сильно. Как будто бы. И как будто бы он вас определяет. Вот. Вот как-то так. Я думаю, что вот ваше поведение, да, когда вы говорите, что он говорит обидные слова. Вот это я решил его проверить, да. Это вот, мне кажется, детское поведение. Что с детским? Ну, модель поведения ребенка у вас. Тут. Проверки. Вот. Потом обиды. Вот. То есть внешне может выглядеть так, как будто бы вы время что-то требуете от него. Вот. Ведет себя, как ребенок капризный. Это неплохо. То есть, понимаете, штука в чем? Штука в том, что вы можете вести себя так. Вы имеете право на соответствующие отношения к себе. Это правда. Вы имеете на это полное право. Но другой вопрос заключается в том, что вы же ничего не делаете для того, чтобы это было реальностью. Понимаете? То есть, вы просто вот требуете от мужчины того, что он вам дать не может. Ну и по классике, в какой-то степени это классика, можно назвать это классикой. А если человек начал меняться в отношениях с вами, да, то есть он в отношениях с вами, получается переключился на папу своего и пытался уходить из дома. Вот. Если это началось с вами, то, на мой взгляд, что-то вы сделали для того, чтобы так было. Что-то вы сделали для того, чтобы это стало реальностью. Вот. Ну, чаще всего это вот изменения в коммуникациях. Вот. Тут нужно смотреть. Нужно смотреть. Мне кажется, что вы, вероятно, не свободны себя чувствуете в отношениях с ним. Вот. Пытаюсь, значит, какие-то вещи в себе выжимать, да. Вероятно. Пытаюсь, ну, пытаюсь что-то подавлять в себе, возможно. Вот. А потом, когда вот случается какая-то, ну, конфликтная, да, неприятная в той или иной степени ситуация, вот, вы взрываетесь и возникает ссора. Ведь ссора, это проблематик различных границ, людей, вот, когда людям, как-то сложно, ну, сложно сближаться, потому что они боятся сближения. Они неуверенно сплешаются, тяжело сплешаться, страх близости порождает ссору, то есть взрыв эмоций, ну и сдерживаемые чувства, конечно, точно. То есть, если люди не искренне в отношениях друг к другу, то это тоже приводит к таким вот довольно-таки негативным последствиям в виде конфликтов, в виде ссор. Вот это нужно тоже учитывать, это нужно тоже иметь в виду обязательно. Вот и с этими вещами, с этими моментами работать, ну, вы говорите о том, что ничего не понимаете, ну, как мне кажется, правда заключается в том, что вам и не надо ничего понимать, не надо понимать, вам не надо ничего понимать, вам нужно больше доверять в себе. Вот если вы себе не доверяете, а судя по тому, что я вижу, вы себе не доверяете, то, ну, не нужно будет и пытаться понять молодого человека вообще. так, чтобы помочь вам развить доверие, доверие к себе, это то, что может сделать для вас специально. Вот. Потом обращайтесь за помощью. Будем рады помочь вам. Вот. Всего самого доброго. За обратную связь буду благодарен, это позволит вам начать на собой работу. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам.